атмосфера думаю что что у нас очень очень хорошая тоже сейчас как раз после последних игр которые мы успешно сыграли после чемпионата мира и думаю что каждый как все показал на хорошем уровне каждый игрок и конечно из-за этого тоже по-другому общаемся друг другом и тоже видно на поле что мы еще больше как команда вместе растем и я думаю что это очень важно на этом период час который у нас есть после чемпионата мира чтобы людям показать что мы не просто один раз стрельнули что мы развиваем команду мы игроки развиваются и поэтому я думаю это самое важное что что хорошая атмосфера в команде потом если мы хорошо будем работать и дальше так и будем дальше очень успешно выступать я думаю но чувствуется отношение болельщиков поменялось кому да да конечно это самое первое что я почувствовал когда я приехала после чемпионата мира что все равно куда мы приезжаем в какие города и везде болельщики нас ждут в аэропорту возле гостиницы фанаты стоят фотографии хотят и знаю хотят всю команду видеть и поют и зовут игроков и конечно сфотографироваться и все и на тренировке очень много людей приезжают тоже дети и не вот это очень как очень хорошее чувство это значит что мы чего-то достигли и что люди гордиться на команде с кем больше общаешь так что все общаетесь но тем не менее ну сразу шанс с череша мы с фернандеса много тоже сейчас последнее время тоже больше с газиками с джеки зобой тоже так что они отношения к всем хорошая но с этими я больше всех общаюсь если здесь можно вот расскажи про бразильцев от марио гильермо ари чем они от похожи чем они отличаются но они не так хорошо по-русски говорят как 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 остальные но все равно немного понимают и не уже много лет здесь они знают всю культуру и все и если мы вместе говорим и потом они спрашивают череша или кого-то о чем мы говорили он нам говорит переводит иногда и они говорят а да мы поняли так что не надо когда он уже начинает рассказывать тогда мы говорили они она все так что они правильно поняли и это я думаю что это очень важно тоже для команды что мы знаем что они нас понимают по кости по денису видно что они долгое время жили не в россии может по менталитету еще какие-то по привычкам ну ну как я думаю что у нас троих почти одна и та же история что когда молодые были уехали из россии и видно что есть какие-то как параллели чтобы чтобы как будто одинаковые все все трое кто заводила сборной россии главное ну джуба все знают конечно если джуба нет вот в отсутствие зубы кто сейчас заводит никто с не хватает его до коллективе путаешь миранчуков или научился их разве нет нет я их знаю один в adidas и другой в nike чем обычно занимаешься сборной свободное время книги читаешь прогулки может быть компьютерные игры не я сериалы смотрю я отдыхаю потому что мало время между играми и восстановление очень важное сижу с пацанами после ужина или чего вместе или пошли погулять после ужина на на полчаса поболтать и а так не только сериалы смотрю и мало мало что читаю какие сериалы может посоветовать ну я когда-то начинал раньше или пару раз смотрел этот побег из тюрьмы сейчас сейчас я думал ну давай сейчас время есть сейчас сейчас начал снова самого начала и уже пока далеко дошел много видел ты спортивных баз как тебе база в новогорске и плюсы минуса ну как там там все что нам надо у нас хорошие поля у нас хороший фитнес-зал у нас хорошая баня все есть комнаты хорошие нормальные нас питают очень хорошо и больше нам не надо я не знаю чё чё можно еще лучше сделать на базе как ты думаешь в чем секрет сборной россии я думаю что сборной россии каждый игрок знает что наша сила это мы вместе это наша команда и каждый друг друга верит и доверяет на поле возле поля везде и думаю что это для команды самое важное как раз для нас это на первом месте и так мы пытаемся игры играть так мы хотим тоже возле поля выступать и я думаю что это секрет нашего успеха сейчас неприятный вопрос но тем не менее ты дважды не попал на крупный турнир опиши свои чувства что тебе помогло справиться с обидой и разочарованием конечно очень обидно для меня было и сначала я думал ну ладно да не взяли это все все я уже не буду об этом думать хочу забыть и ну конечно очень очень болело и еще потом команда так хорошо выступала я я за него болел и после чемпионата мира я только хотел снова назад попасть в сборную чтобы чтобы тоже быть частью сборной россии как раз после такого чемпионата мира что они что они начали такое развитие в футболе в россии и я очень рад часа снова быть здесь сборной сейчас ты играешь стартом составе своего клуба в стартом составе сборной что помогло тебе сделать такой качественный скачок ну как после после того как мне они взяли на чемпионат мира я поехал в отпуск конечно мне были были для этого 4 недели отпуска я я отдохнул и начал подготовку в клубе и знал что мне надо дальше работать надо мной мне надо хорошо играть и так так и было я чуть когда когда список вышел сборной россии на первый раз после чемпионата мира я тоже там два раза посмотрел что что саламич не снова вызвал и конечно очень рад был ну я не ожидал могу честно сказать и то мне сказал что ему нравится как я сейчас последние игры играю что что я еще раз как еще раз лучше стал чем чем летом и тем на подготовке к чемпионату мира и если что-то как я получу мой шанс и я сейчас мой шанс получил и я хочу дальше всегда играть в первом составе если я приезжаю в сборную ну о сильных качествах футболисты не любят говорить а вот в чем бы ты прибавить хотел ну как в быстроте конечно но у каждого игрока есть другие сильные стороны и я думаю что я буду дальше над над сильными сторонами работать чтобы там еще лучше стать и те которые не так хорошо там конечно тоже их дорабатывать но я знаю что я уже не стану быстрым игроком в мире есть это какое-то празднование гола особенно какую-то учебу не 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 такого я так много не забиваю так что мне не надо чем футбол в турции отличается от футбола в германии на твой взгляд там очень эмоциональный футбол не играют из почти так как можно сказать из сердца так как попадет как они чувствуют футбол и иногда тоже 5 сзади 5 впереди стоят немного тактики просто ну как если фанаты тебя вперед зовут так что все бегут вперед и сзади оставляет иногда только двое защитников и потом ой нет облава и снова все назад бегут и маленький каос там но я думаю что по физически много не отличается но больше так по по тактике по по технике вот был сейчас матч с германией показалось что достаточно тихо себя вела публика это только на матчу сборной или в принципе в германии так активно болеют тут цена и другие болельщики но в турции конечно другие болельщики но я тоже могу сказать что когда мы в курсе играли сейчас со сборной россии там тоже были очки не так было были как и как если у нас домашняя игра тоже сравнить не можешь и в германии я даже не помню как как там фанаты были не думаю там всегда так на на сборной зато там в клубах ну точно так же как и в курсе думал что это везде так потому что ты конечно болеешь за страну но люди хотят просто приятный вечер иметь прийти на игру посмотреть выиграть и и все они не так болеют за сборную германии как как некоторые за их не клубы болеют скажи честно будут и особенно мышь германии как для человека который долго прожил в этой стране ну конечно конечно очень особенный очень эмоциональный я еще всех знаю там и странно было против них играть и жаль что проиграли конечно в германии показал хороший футбол с нами но тем не менее она из лиги нации практически уже вылетела из лиги а и в чемпиоте мира плохо сыграл как думаешь почему не могу тебе сказать я уже не там я я не внутри команды и я тоже только со стороны сказать так как мы все видим и не знаю может быть им надо что-то поменять новые новую генерацию или не знаю сейчас много молодых против нас и играли и все равно конечно мы мы 3-0 проиграли мы видели что было не так хорошо у нас но были ситуации тоже если правильное решение не знаю может быть одну секунду раньше принес что то мы бы тоже выбегали бы на вратаря на ноера может быть два-три раза один в один и там видно что у них тоже не все хорошо сейчас как раз в этом в этом периоде сборной и они может быть тоже сейчас как раз меняют игроков смотрят кто на будущее и чё поэтому может быть у них сейчас как раз не так получается отвлечемся от футбола очень важный вопрос как изменилась твоя жизнь с рождением сына очень очень не как я я сейчас очень скучаю сейчас уже не знаю сколько уже 10 больше даже уже почти две недели не видел завтра две недели только по телефону и ты знаешь что не только жена дома ждет еще кто-то другой и я тоже хочу чтобы мой сын меня знал они только по телефону говорить и как раз сейчас в первые недели в первые месяцы я хочу быть дома и могу сказать персонально что сейчас я всех понимаю кто у кого есть дети что что тяжело всегда выезжать на на выезд на игру или если тебе день до игры на базу тебя забирают всю команду и ты лучше хочешь дома с семьей остаться и конечно это понимаю сейчас тоже чувствую сам и ну как жизнь поменялась что еще но еще больше ответственность я появилась не только за себя и за жену и твою семью а еще для маленького ребенка это еще раз что-то другое для меня и но все равно точно так же работаю но хочу побыстрее всегда сейчас домой не отошел кубок чуть на второй план психологически я думаю психологически это очень хорошо потому что если эти какие-то проблемы или нехорошо тренировался или нехорошо сыграл ты домой приезжающие мы тоже сейчас дома где-то 3-0 проиграли конечно я очень очень много думаю об игре и чего мы могли бы лучше сделать и некоторые ситуации но я домой приезжаю я смотрю на моего сына его беру на руки и как будто я все забыл все на следующий день у меня когда встаю будильник звонит у меня на тренировку надо все потом все забыл легче спать час могу думаете как ты еще это продолжение семейством еще об одном ребенка да да мне не сразу сейчас но думаю конечно потому что очень очень счастливы и все идет как сказать своим очередом и мы очень рады видно как они как быстро они растут и все и я даже не хочу чтобы он дальше рос потому что он такой маленький мы собирали вопросы тебе из интернета как думаешь какой самый популярный вопрос был следующий как раз надо не знаю не знаю почему ты состриг свои кудри самый популярный вопрос ну не как сказать сейчас холодно становится тоже в турции и каждый не люблю так много шапку одевать шапки одевать и думал не надо сейчас после душа и если я хочу быстро сына видеть надо быстро домой и быстро помылся все волос уже только полотенцем и все не зато в черешах говорил что тебя звали спагетти теперь кличка не изменилась или так продолжают мне я через и жду жду он еще пока еще ничего не написал ничего не сказал как он самый к новой прическе и спалите конечно смешно было я тоже сам говорил спалила осторожно спагетти идет осторожно спагетти те между ног проверил на тренировке но это это говорит очень хорошая атмосфера в команде я думаю также черешев назвал тебя очень стильно много ли времени уделяешь имиджу и вообще считаешь это важно для себя нет не очень много времени конечно я смотрю чую одеваю но если одевают так как себя чувствую и иногда я тоже просто не знаю спортивных штанах на тренировку или в майке или конечно если те куда-то приглашают на день рождения или куда-то тебе надо да не можешь в спортивных штанах у переходить тебе надо что-то по как побольше стильно одеть и я просто это если мне что-то нравится я покупаю иногда тоже смотрю что-то экспериментирую чуть-чуть и это мне чуть нравится ты периодически снимаешь в журналах и необычных образах нравится ли тебе роль фотомодели и какое отношение к этому твоих партнеров по команде друзей как сказать я не говорю что мне так очень нравится но я хочу чтобы тоже от меня какие-то были фотографии если я постарше и если люди хотят меня фотографировать или в какой-то журнал конечно я хочу эту возможность как использовать и чтобы он тоже для меня были фотографии на на будущее чтобы я знал оса 3 здесь у меня фотографии такие есть вот там а потому что так я если я сам где-то и лес я даже где-то в отпуске я сам так много фотографии сам не делаю и забываю иногда потому что я просто хочу отдохнуть или если этот момент я просто хочу на него смотреть они сразу телефоны сразу фотографировать я чего так чувствуете все знаю все на себя чтобы так ну как посмотреть не просто посмотреть о сотри мы здесь сейчас где-то не знаю где-то в таиланде или что-то такое все почувствовать все все узнать даже там не знаю если где-то тоже в стамбуле где-то ходишь там на этом на базаре там все все овощи и все если нюхаешь там по-другому чем 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 в россии или в германии надо все только все все культуры все что ты видишь и надо просто это тоже серьезно почувствовать не просто фотографию сделать и посмотри я был здесь надо что-то об этом тоже рассказывать и поэтому я иногда забываю сам много фотографий дел раньше твоим хобби был скейтборд сейчас что-то поменялось и катаешься или уже забросил ну летом катался дальше основа сейчас я сейчас я рад если я могу быть дома с сыном если он подрастет да с ним тоже наверное буду буду его учить вот эти бэйкборд это не это не мое ты тоже как часто рассказывал что ты свободное время ходишь на концерты музея кино вот в турции как с этим дело обстоит все-таки другая страна другой язык ну кино есть очень хорошее кино муж тоже даже лечь отдыхать почти никого нет всегда в кино и музея есть очень хорошие в турции сейчас новые тоже открыли и концерты много много нет из европы много людей не приезжают в турцию пока на одном турецком концерте я был очень турецкий рэп был очень хороший парень я все не понимал но так по музыке и все мне очень понравилось и так я дальше я хожу на если возможность есть конечно как тебе вообще в турции комфортно что тебе нравится в этой стране ну город конечно красивые люди помогают культура нормальная для меня все всегда помогают где если чё и нам футболистам там так и так полегче чем чем думаю в другом месте в футболистом а те сразу узнают тебя уважают и погода там тоже неплохая всегда и поэтому мне мне там очень нравится да а сами турки вот немцы славятся своим как бы педантизмом пунктуальности турки нам менее обязательно там тоже надо два-три раза спросить где не знаю где твой стол который ты заказал или когда кто-то приедет посмотрит у тебя клима не работает или кондиционер не работает или холодильниками работает там надо пару раз еще раз позвоните спросить чтобы они точно приехали а по кухне как тебе в турции нормально вкусная кухня мне нравится нет очень уж такой однообразно немножко все-таки там не такой выбор как разные ну не выбор конечно большой ну но там очень много на мясо 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 иногда так овощи много нет и все так что нет ни ни мне мне очень нравится и вкусно я тоже пробую почти все что у них есть не был еще в ресторане известное турецкого повара которую Ну не был, конечно, туда. Я еще помню, когда он еще не популярным был, я как раз переехал в Турцию летом в 2016 году и мы пошли с Шекретелем и один из команды еще нас отвез туда и он еще не популярный был. Когда я первый раз видел, я думал, что он делает. Я просто хочу покушать, а потом как раз крутил свои вещи и, конечно, уже был там, да. А музыку турецкой тебе нравится? Ну, я на одном концерте был, там нормально. Это современная, я имею в виду такая стандартная. Старая, но иногда, если турки включают, так в раздевалку не очень. Но если игру выиграли, тогда смешно, знаешь, так не очень. Твое отношение к алкоголю вообще? Ты можешь выпить алкоголь или ты вообще не пьешь? Ну, как иногда, конечно. После игры я люблю одно-два пива выпить, чтобы так расслабиться. И холодное, вкусное и все. А так что, если, конечно, где-то ужинаем или на день рождения, там, не знаю, стакан-два стакана вина, тоже очень приятно чуть выпить. А вообще у тебя есть какие-то вредные привычки? То есть, не знаю, или ты опаздываешь, или ты вот, может быть, чем-то требуяешь? Иногда я много, я не знаю, но я иногда после обеда засыпаю, где я сам не хочу засыпать. И мне самому не нравится, потому что потом ночью не могу спать. Ты очень любишь путешествовать. Рассказывал, что хотел съездить в Африку. Удалось все-таки или нет? Да. Я всегда потом говорил, я еще не был, потому что у меня еще детей не было. И сейчас, когда он подрастет, мы тоже будем лететь в Африку. Сто процентов. А куда ты еще успел съездить за несколько лет после Евро, когда мы с тобой общались? Из интересного. Ну, где я был? Я был в Таиланде. Я был еще раз в Индии, потому что мне понравилось там. И у меня там есть одна организация. И так много друзей в Америке. Туда путешествие шло, чтобы с ними я их долго не видел. И сейчас, когда жена была беременная, мы остались в Европе сейчас летом. Смотри, сейчас в декабре будет жеребьевка чемпионата Европы. Вот выбери пять соперников именно как интересная страна. То есть вне зависимости только они играют. Европа. Дания. Куда я еще хочу? В Венгрии. Мне тоже нравится. Я хочу против Словаков играть, против Шикретеля. Он всегда говорит, у них там топ-топ-топ. Так что хочу посмотреть. В Норвегию хочу. И там был, там был. Кого еще? В Ирландии, может быть? Нет, там уже слишком далеко. И я бы в Ирландию, конечно, тоже. Запомним, потом проверим. Посмотрим. Ну, несколько вот заключительных вопросов. Вот твои планы на будущее. Думал ты уже по завершении карьеры, чем ты будешь заниматься в целом? Пока нет. Ну, глупо так чуть подумал, конечно. И обсуждал с семьей и все. Ну, так. На сто процентов еще не ясно. И так много планов тоже нет. У меня сейчас. На следующий, не знаю, сколько лет я еще буду играть. Там мне надо план. Потому что у меня летом заканчивается контракт. А потом я буду дальше смотреть после этого. Ну, а футбольные какие-то сейчас планы? То есть ты не думаешь, куда дальше? Пока неизвестно, да? Ну, пока неизвестно. Я хочу сперва сейчас до зимы хорошо доиграть. И потом, наверное, буду с семьей вместе сидеть, обсуждать со своим агентом, что и как, что лучше. И потом будем смотреть, чего лучше для всех вместе. Ну, вот вообще-то можешь ли себя представить вне футбола, вот в будущем, когда закончишь карьеру? Что-то все-таки с футболом будет связано, да? Слишком много люблю футбол. Жена тоже всегда говорит, о, так много футбола смотришь. Или тоже пацаны, но я знаю, что есть тоже другие игроки, которые тоже любят футбол. И каждую свободную секунду они смотрят футбол. Так что я не единственный больной по футболу. И каким ты видишь себя в старости? То есть, представь идеальную старость для себя. Не знаю, где-то в Южной Америке или, не знаю, где-то, может быть, в Азии, не знаю. Где-то в маленьком домике отдыхаю или работаю там. Не знаю. Я не знаю, что будет завтра или куда я следующий отпуск полечу. Так что если я все, что есть в мире и почти все страны увидел, потом буду смотреть, где я буду стареть, если я уже очень старый был. Ну-ну. Я не знаю, какой-то да. Продолжение следует...